Всем огромный привет! Сейчас на дворе практически зима, дикая халдина. Я достала свой буховичок и еду проверять салон красоты. Сделаем с вами укладочку и макияж. А с чего начинать, получается? Мытье обязательно, да? Сюда все строго. А сушить так для чего? Чтобы объем был, да, у кофе? Немного, что-то. Когда они будут сладкие, потому что у нас все волосы идут не одной. Вот, видите, как там он следует. Это еще не следующий этап. Мне нужно хорошо высушить и вытянуть волосы. Я вот сейчас расчесываю вот здесь вот то, что путается. А это, наверное, последнее... Чтобы он больно не было. Да, начесывали. Сами? Да, видно? Ну, я просто не знаю, как объем иначе делать. Он не держится, приходится начаться. Потом он и не будет у вас держаться. Почему? У вас абсолютно гладкий волос. Если бы он был посредка пористый, то тогда бы он пружинул. А так они у вас абсолютно гладкие и ровные. Но в этом тоже есть свое преимущество. Ага, не надо выпрямлять особо. Да, и не надо вообще заморачиваться. Ваши волосы всегда должны быть чистые. И феном просто вот набрашен, слегка вытянутый, и все. А это вы делаете для объема, да? Ну, так, да. Потому что я сейчас делаю форму объемного, плюс еще тудру, и у вас получится вот такая башня. А я хочу башню. Так, это для взбрызгивания. Там лаком после просушки, да? Нет. Нет? Это для волосы тяжелые. Вот чтобы они держали объем, можно слегка поверхностно отдавать каждую накрученную прядь лату. Только ждать, пока просохнет, расчесать и потом крутить. А что вы про цвет сказали? Такой медно-золотистый тон, его нужно оккультурить немножечко. Его надо сделать чуток естественней, чуть-чуть холоднее, потому что ваши волосы достаточно пепельные выглядят. Здесь очень много русого, плюс еще светлый медный оттенок. Вот его нужно убрать. Чтобы вот таким цветом? Вот так вот? Нет. Они могут быть темнее. Возможно, вам так и делали. Но я бы его перевел немножечко похладнее. Хотя бы нейтрализовал вот эту медь. Вот тут вот он более нейтральный. Видите? Немножечко такой вот, даже приятный, я бы сказал. Нет, концы, да, и волосы, слава богу, здоровые. Мне нравится, чтобы был объемчик, тогда щеки меньше кажется. Господи, откуда у вас щеки, девушка? Как зовут вас? Алена. У меня сердце. Здравствуйте. Откуда у вас щеки? Вы видели щеки? Вообще у вас щеки нет. У вас нормальный овал лица. Во-первых, у вас правильный даже, я бы сказала, овал лица. Он у вас абсолютно овальный. Причем у вас очень хорошая округлость и затылок. У вас здесь мастерска по комплиментам. Я смотрю, все стараются. Вы знаете, я никогда не стараюсь. Я говорю действительно то, что есть и все. Если будут щеки поверить, он вам скажет. Это грязновато. Его можно сделать чище. Терпим. Если будет больно, говорим. Уже женщина, вы потерпите. Ради красоты, ради объема. Как же нет? Не, вы знаете, все по-разному на что сделают. Я больно сделал. Ну, очень активно чувствуется. Конечно. У вас самого прям колбасит. Ну да. Это эмоционально. Потому что от души называется. На, 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 на. На, на. Держи. На, на. На, на. Я вас же в эту сторону, да? На, мне советуете вообще делать начес? Ну, во-первых, вы его не сделаете качественно, так как это вам сделали в салоне. Ага. В лучшем плану. Просто он у вас, да, разлетится и будет очень заметен. Работать здесь нужно очень аккуратно. А так зачем вы делаете? А так зачем вы делаете? Вот так? Да. Я подтягиваю его, чтобы он не проседал. А то мне кажется, что вы за голову тянете. Нет, нет. Здесь желательно начес выполнять под самой корень. Я так не умею. Если не под корень, значит он опять же объяснит, а вот здесь будет вот так. Да, да. Все. Вот казалось бы, такое простое дело начес. А сколько нюансов, да? Нюансов очень много начес. А, вот тут вот больно. Ну, потому что когда видят холлибудских звезд, девочки, думают, это дело пяти минут. Уже можно пойти без окна, без ничего. Прям так? Да. Осталось только дело за мамой сделать. Вы думаете, как, если пойдете так на Арбат, будете ходить на следующий день, это будет последний крик моды. Последний крик моды сейчас я, мне кажется, и сдам. Я говорю, если вы так пойдете в Арбат, и будете гулять там гулять, потом будут сказать, это последний крик моды. Да, и через день вы увидите, все ходит в таком ночосе, без ничего. Мне кажется, просто решают то, что я горецкая сумасшедшая, и все. Да, девушки скажут, она отдала дань моде. Но, знаешь, все. Вот интересно, если человек не профессионал, он может сам себе такую укладку сделать? Конечно. Да? Не может? Вы как профессионал не сможете? Тут прямо такой объем вы сделали конкретно. Да, только выручка. Ой, простите. Ну, а вот по цвету, кто-то, мне говорю, все в пятнах, чуть ли не сбривать на лысо. Да ерунда. Все переделывать, все не так. Да, регулярно слышите. А если честно, я такое увидела в пятнах, пятое, десятое, мне у вас нормально. Да? Да. Просто они у вас выглядят, как будто ваши волосы отросли. А-а-а. Обесцвеченные. А должно быть в виде... Так нежное. Да, окрашенный. Нежный переход. Да. Нет. На самом деле, возможно, делают неумелые окрашивания мастера, которые либо только пришли к этому, либо вот только научились это делать. Ага. Аэртач, как вы относитесь? Еще раз. Аэртач. 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 Ну конечно, чтобы они не находились. Я прям уже переживала. Аэртач. Она не разогревается больше. Да. Она все разогревается и стоит на этом. Аэртач. Она не как эти домашние шипцы, которые можно даже лопнет. Она до какого-то уровня разогревается. Специально есть уровень для блондинок, для черных волос, для пятого-десятого. Ага. Там это полуроволь. Можете спокойно быть. Я очень-очень долго делаю. Сейчас мои волосы тоже. После этого с утюгом потеку и не о чем. Нет. Угу. У себя в Армении я через два-три дня сделаю. У меня вообще вкусы такие, какие есть. Я вообще даже раз в три месяца даже смысл это просто стригуется. Угу. Ниже, во-первых, я пока набираю их на тройку. Пока они нагреваются еще. Ага. Конечно. Поэтому вам кажется, что очень долго. Да. Прям кажется, по минуте. Нет? Ой, что-то там прям... Да. Хорошо заполнены волосы. Ну, как там какую-то прям прятку вот так вот. Вот так все. Да. Вырвите с корнем. Здесь просто надо очень плотно натягивать. Угу. Поэтому... А зачем? Как зачем? Чтобы они одновременно прогрелись, чтобы ваши кудры были красивые. После того, как, получается, завили все, распрямляем немножко, да? Немножко, да. Угу. Угу. Так. Угу. 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 Ну, вообще тут, конечно, на самом деле, волосы тяжелые очень. Да, поэтому я хочу объем, иначе они вообще будут прилизанные. Нет, а если ты здесь просто перекрутить их, ну, это будет вообще катастрофа. Да. Просто начес будет светиться, конечно, потому что здесь длины волосы. Ты сравнила свою длину волосы и девушкину. А так просто будет виден ужасно начес, а зачем ей это надо? Ей надо показать плотность и действительно объем. Да, это точно. Ну, у Риты они еще, получается, чуть-чуть как бы на одну сторону уложены, да? У нее эти продуранные очень. Да. Перепиора там еще и насадки добавлены. Ага. Сто процентов то, что любят американцы, да. Нет, ей не нужен очень глубокий этот он. Пробор. 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 Я вам потом все с лаком так тяну. А, хорошо. Он очень сильный фиксация и экстра сильнее. Он прям, он поднимет так поднимет. И самое главное, он ломается потом хорошо. Ломается это? Лак ломается. Это зачем? Ну, вычесывается. Это клево. Он вычесывается очень хорошо. То есть, нет таких затруднений, то что вы потом будете забирать расческу и у вас прям расчесывается волосы. Он очень хорошо расчесывается. Ну, получается у вас салон какой он, премиум или средний больше сегмент? У нас салон бизнес-класс. Да, бизнес-класс. Да, премиум-класс. Поздравляем. Да. Поздравляем. С 6 лет у вас весело. Подожди, сейчас 6 в Белоусе покажу. Вот это вот, покажи видео от 6 в Белоусе. С таким лаком, я думаю, реально недолго должны продержать. Я скажу, что гладкие волосы обычно долго не держатся. Да? Мне кажется, их ничего не разрушит. Это вам кажется. На самом деле они настолько тяжелые. Спасибо. Спасибо большое. Вы прям стараетесь везде свой фирменный почерк сохранять. Один мне кажется сказал, что делают не то же самое. После того, когда я уехал из своего города, делают не то же самое. А вот твоего почерка не хватает. Ну что-то в этом есть. Просто сужу потому, что на изначальной картинке все равно чуть-чуть было по-другому. А у вас прям получился свой фирменный вариант. Несколько иначе от первоначальной картинки. Каждый художник приблизительно можно сделать. Я же не копирую. Да, да. Ну я надеюсь продержится долго. Вот там неизвестно. Ну и домой-то хоть успею доехать? Нет, домой-то конечно успею. Успейся. А в окошечке не хотите приоткрыть? Хотим, хотим. Не хотим, Маркушка, приоткрыть. Вот эту дверь мне надо закрыть. Чтоб пыль ушла от лака. Мне кажется, если вам... Блин, тут еще есть вечеря, да, может страшно. Да ладно. Да. Лак, он же легко воспламеняет. Воспламеняется очень легко. Слушайте, надо поучиться у вас такому приему. Мне кажется, если я буду делать вот так, все будут слышать хруст. Нет. Вы сегодня в клуб? Ну не, не в клуб. Слушайте, я уже прям переживаю, чтобы... Не много ли лака? Нет. Нет? А его не видно, во-первых. На волосах он не дает блеск. Во-вторых, на улице немножечко сыровато. Да. Они еще разойдутся чуть-чуть. Лак вообще даже не видно. Просто, наверное, вы не научились, что нужно быть много-много-много. Ну, наверное, с непривычки. Лак, я говорю вам, она через 2 часа будет у вас вообще не видно, что лаочная, но фирма останется. Ага. Ну, тогда хорошо. Господи, я думала, опять какой-то прибор несет. Держите своими руками, на самом деле лучше. Так. Ну да. Крупные... Да, сюда смотрите. Крупные локоны, да. Ну, мы не завидуем. И объем у вас идет от нижней части, вы заметите. А, от нижней, это где? А вот смотрите внимательно вот на эту пламя. Эффект вот таких вот пышных густых волос. Сбоку можете посмотреть, кстати, вот боком как раз повернитесь и посмотрите. Ага. Здесь он у вас держаться сильно не будет. Здесь либо вам нужен валик, только ставить. А, что такое? Да, валик. Это вот такая вот поролоновая штучка, которая подставляется под него. Это вам не нужно, у вас достаточно. Нет, на полном да, серьезно. На самом деле лучше. Да, если вам хочется такой объем. Просто волосы на самом деле очень тяжелые, поэтому... А я думаю, не надо такого очень много объема. Он не держит просто здесь. Я же вот хорошо девушке начесываю. Нет, валик, мне кажется, это бабушке делает. Нет, кто это вам сказал? Да я, о чем вы говорите? Нет. Шиньоны даже у нас все молодые. Нет, это не шиньоны. Ну, мне шиньоны только нет. Специальный легкий такой состав, который подкладывается и на него уже подчесывается. Они сейчас у вас немножечко разойдутся, в смысле не раскрутятся, а просто живее станут, потому что влажная погода на улице. Окей. Вы сейчас можете встать и вот так вот сделать немножко, вот так покачать. Вот. Спасибо. Но объема у вас, ребята, достаточно. Да, объем он классный. Нормально. Да, спасибо. Просто вот у корня он уже у вас не будет держать. Ну ладно, что теперь, как есть уже. В правой глазе что-то попало. В правой глазе, вот этот глазик, в этот, да, слезится. Ой, прям печет. Что, Артю? Обильно будут пыли. Ой, немного. Ого, у вас прям полбанки. Не будет заметно. Вообще не будет. Вы прям не новое лицо рисуете. Вот так вот. Может быть. Срава-не. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...